Привет! Вы на канале «Жизнь звёзд». Сергей Александрович Бурунов – коренной москвич. Будущий актёр, родился 6 марта 1977 года в рабочей семье. Отец мальчика работал электротехником. Мать трудилась в должности медсестры. На момент появления Сергея в семье уже подрастал сын Олег. Буруновы жили неподалёку от аэропорта Домодедова, поэтому Сергей был, что называется, обречён часто поднимать глаза к небу, наблюдая полёты лайнеров. Вскоре это стало главным хобби мальчика, и он начал интересоваться всем, что связано с крылатыми машинами. Часто отец возился на вейф Тушина, чтобы посмотреть показательные выступления пилотов. В старших классах Сергей Бурунов уже не только смотрел в стороны, но и сам занимался в аэроклубе, как пилот-любитель. В 1993 году, когда Бурунову исполнилось 16 лет, он окончил курс обучения лётной эксплуатации тренировочного самолёта Як-52. Через год после окончания школы становится студентом Качинского военного авиационного училища в Волгограде. Но именно здесь Сергей вдруг начал понимать, что её больше не вдохновляет мечта стать лётчиком. Зато проснулся интерес к сцене. В молодости Бурунов с удовольствием играл в КВН, выступал в разных конкурсах, которые устраивали между вузами. Это увлечение оказалось настолько сильным, что парень отдавал сцене почти всё свободное время. Таким образом, к концу второго курса успеваемость юмориста свелась к нулю, и Сергея отчислили из училища. В 1997 году Бурунов вернулся в столицу и сделал попытку поступить в один из театральных вузов. Но попытка оказалась неудачной. Зато юношу приняли на второй курс циркового училища. Через год Сергей опять попробовал взять театральный вуз. На этот раз отправился поступать в Щукинское. И снова провал. Выход был один – идти на платное отделение. На помощь пришел отец, поверивший, что желание стать артистом у сына искреннее и неприходящее. Таким образом, Сергей получил возможность изучать азы актерского мастерства. Во время учебы в Щуки проявился талант Бурунова к пародированию. В 2002 году будущий артист окончил училище. Некоторое время после окончания вуза Сергей не мог найти работу в театре, поэтому устроился ведущим на одной из радиостанций. Но вскоре работа по специальности нашлась. Молодой артист как-то пришел к Александру Ширвинду. После того, как Бурунов продемонстрировал собственный талант к пародии, его зачислили в труппу театра сатиры. Здесь Бурунов трудился четыре года. Он играл в постановках «Швейк», «Слишком женатый таксист» и других. Кинематографическая биография Сергея началась в 2002 году. Актер дебютировал в сериале «Кодекс чести». После этой ленты Бурунова часто приглашают в различные проекты на роли второго плана. Сергей получает известность в российском кино как мастер эпизода. Наиболее яркой и запоминающейся работой артиста оказался образ политрука в картине «Эшелон». Это военная драма, вышедшая на экраны в 2005 году. Затем Бурунову предложили сняться в главных ролях в двух сериалах «Отблески» и «Бесправо на ошибку». Как рассказали коллеги актера, присутствие Сергея создавало на съемочной площадке веселую и рабочую атмосферу. И это не только из-за комедийной натуры актера или каких-то шуток и анекдотов, а из-за того, что Бурунов моментально входил в образ, начинал в шутку ругаться на подчиненных или вести себя как собственный персонаж сериала «По вседневной жизни». Личная жизнь Сергея пока не устроена, хотя в молодости, по его признанию, у него случались бурные романы. Сейчас артист занят карьерой, но надеется, что в будущем в его жизни появится любящая жена и дети. Актер говорит, что во многом на его одиночество повлияла особенность характера – природная застенчивость. Перед камерой мужчине легко удается раскрепоститься, а вот в жизни нет. Свободное время Сергей предпочитает проводить в кругу родных. Он даже приобрел жилье поближе к родительскому дому. По-прежнему артиста тянет в небо. Любимым местом отдыха для Бурунова остается аэродром. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!